МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Сегодня в программе. Нелегок гранит наук. Очереди за учебниками. Акимобласти поздравил шахтеров с их профессиональным праздником. Акция «Дорога в школу» в самом разгаре. Аким Карагандинской области поздравил шахтеров с профессиональным праздником. В канун Дня шахтера Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков побывал на шахте имени Костенко угольного департамента акционерного общества Арселор Миттл Тимиртау. Следует отметить, что этот выбор не был случайным. Среди угледобывающих предприятий Карагандинского бассейна шахта имени Костенко всегда занимала особое место. Именно здесь зарождались многие почины, которые затем получали широкое распространение на других шахтах и позволяли достигать рекордной добычи угля. Поэтому вполне закономерно, что за трудовые достижения она была удостоена высшей награды СССР – Ордена Ленина. Гордостью шахты являются знатные люди, которые в разные годы носили свой вклад в ее становление и развитие. Среди них такие организаторы производства, как Николай Гульницкий, который бессменно руководил шахтой 27 лет, Григорий Презент, Каниф Кашапов и, конечно же, многие горняки, которые своим самоотверженным трудом добывают черное золото. В наши дни шахта имени Костенко продолжает оставаться одним из крупнейших угольных предприятий региона и вместе с другими предприятиями активно участвуют в реализации реформ, проводимых президентом страны, лидером нации Нурзултаном Абишевичем Назарбаевым. Глоба региона ознакомился с программой развития горных работ на этой шахте, а затем спустился в лаву 41 КЗ «Восток», введенную в эксплуатацию в феврале нынешнего года. Здесь Нурмухамбет Абдебеков осмотрел современный механизированный комплекс и комбайн CL-300, другое технологическое оборудование, беседовал с горняками, интересовался условиями их труда, имеющимися проблемами. А в завершение Акимобласти поздравил шахтеров с наступающим профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов в труде. Я сегодня хочу от всего сердца поздравить всех шахтеров, родников, кто связал свою судьбу, свою жизнь с этой сложной, мужественной профессией, с наступающим днем шахтера. Профессия шахтера, она всегда сопряжена с определенным риском, иногда достаточно высоким. Именно в этих условиях куется то братство шахтерское, которое известно о весь мир. Здесь работают люди только те, кто понимает, что такое взаимопонимание, взаимовыручка. И только на таких человеческих принципах можно, наверное, в этих условиях работать и исполнять свой профессиональный, скажем, долг. Пассажироперевозчики удивили карагандинцев. Три дня праздников второй автопарк на специально выделенных трех автобусах будет перевозить пассажиров по городу бесплатно. Вот это сервис, вот это подарок. День Конституции, День Шахтера. 80 лет Караганде предстоит отмечать горожанам в конце августа. Впервые перевозчики проявили инициативу и решили побаловать горожан бесплатным проездом. Второй автопарк подготовил машины. Они выглядят торжественно, празднично. Да еще в салонах звучит патриотическая музыка. Автобусы будут двигаться по квадрату. Это у нас Бульвар Мира, Гоголя, Нуркена Абдирова и Бухар-Жирал. Чтобы вовсе удивить горожан, в салоне пассажирам раздаются сувениры с праздничной атрибутикой. Где это видано, чтобы пассажирам приплачивали за то, что они едут в общественном транспорте. Планируется, что по данному маршруту порядка 10 тысяч человек будет перевисено. За три дня? За три дня. С 8 утра до 7 вечера праздничные автобусы будут развозить пассажиров по городу. Эту акцию полностью оплачивает автоперевозчик. 29, 30, 31 августа караганецы могут наслаждаться ездой на специальных автобусах. Инициаторами данного мероприятия у нас являются пассажироперевозчики города Караганды. Совместно с Акиматом города автобусы были предоставлены автобусным парком номер 2. Может, таксисты тоже откликнутся на инициативу своих коллег? Праздники должны стать запоминающимся событием в жизни каждого карагандинца. Сергей Високосов, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В областном Ислихате состоялось совещание о программе развития моногородов на 2012-2020 годы. В рамках этой программы включено содействие развитию малого и среднего бизнеса. На этом совещании обсуждались возможности социально-экономического развития Шахтинска. На заседании комиссии принимали участие секретарь Шахтинского городского Маслихата, члены ревизионной комиссии, депутаты областного Маслихата и Аким города Шахтинска. Из них республиканский день бюджет 187 миллионов сенге, городской 185 миллионов сенге и областной бюджет 69 миллионов сенге. На эти средства мы были направлены на субсидио-борту доставки в сумме 10 миллионов сенге, доставка 4 грамта на сумму 12 миллионов сенге. Из бюджетных средств городу Шахтинску было выделено 1 миллиард 131 миллион сенге. Аким города Шахтинска Александр Минвалевич отчитался перед председателем постоянной комиссии по бюджету и финансам. Программа развития моногородов разработана по поручению государства. Особо стартовала с 1 января 2013 года, но в городе Шахтинске она с 1 января уже начала работать в 2012 году. За 2012 год мы на сумму 222 миллионов сенге было бы 2,4 миллиона сенге. Заменено слоу сетей 262 миллионов сенге и уставлено по 3 января на сумму 222 миллионов сенге. Шахтинский регион признан городом с низким экономическим потенциалом и был включен в программу развития моногородов на 2012-2020 годы. Финансирование программы развития моногородов будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов Республики Казахстан. Программа развития моногородов разработана в рамках реализации посланий президента. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В преддверии государственного праздника Дня Конституции Республики Казахстан Департамент юстиции провел заседание Координационного совета с участием юридических служб и государственных органов области. На встрече обсуждались вопросы защиты прав человека, борьба с экстремизмом и наркоманией среди молодежи. Первым обсудили вопрос реализации комплексного плана по повышению уровня правовой культуры граждан страны. На встрече говорили об одном из критических вопросов. Молодые люди из городов Жизказган и Сапаев становятся участниками экстремистских религиозных столкновений в Сирии. В Департамент юстиции области ежедневно поступают обращения от населения по защите прав человека. Сегодня мы хотим остановиться, озвучить состояние дел в сфере правового мониторинга и регионального нормотворчества. В Департамент юстиции Карагандинской области за 2014 год на государственную регистрацию поступило 265 нормативных правых актов. Из общего количества поступивших зарегистрировано 204. Проблема религиозного экстремизма к настоящему времени представляет одну из серьезных угроз национальной безопасности страны. На рабочей встрече говорили, что в республике активно должны проводиться профилактические работы по разъяснению экстремизма, чтобы молодежь могла выбирать верные религиозные направления. В стране активно реализуется республиканская акция «Дорога в школу», целью которой является оказание помощи школьникам из малообеспеченных семей при подготовке их к началу нового учебного года. В рамках акции сотрудники карагандинского филиала «Сбербанка» посетили школу-интернат номер 3 города Караганды. Любой вид помощи, будь то школьные принадлежности и книги, одежда, игрушки, бытовая техника или спортинвентарь помогут подготовить детей к началу нового учебного года, улучшить условия их обучения, воспитания и проведения досуга. Коллектив карагандинского филиала «Сбербанка» в акции «Дорога в школу» участвует не первый год. Для них визит в школы города в преддверии 1 сентября со школьными принадлежностями и подарками стала доброй традицией. По данным мероприятиям мы приехали поздравить первоклассников данного заведения, коллектив. В качестве как спонсорской помощи мы оказываем поддержку детям, которые идут в первый класс. Если именно говорить про сегодняшний день, то это порядка 33 рюкзаков с полным комплектом констоваров и также детские настольные игры. На сегодняшний день Сбербанк сумел завоевать доверие казахстанцев и стать одним из ведущих банков страны. Большой вклад в общее дело внес карагандинский филиал. Сегодня им доверяют тысячи клиентов. Это стало возможным благодаря работе сплоченной команды профессионалов, нацеленной на достижение высоких результатов. Сегодня сотрудники банка – частые организаторы всевозможных акций в городе. На протяжении нескольких лет вы являетесь нашими постоянными спонсорами. Поэтому от лица администрации нашей школы, от лица наших детей, наших родителей, мы хотим пожелать вашему банку только процветания. Не секрет, что сегодня на покупку одежды, учебников и школьных принадлежностей на одного ребенка затрачивается около 40 тысяч тенге и больше. Поэтому поддержка, оказываемая в рамках акции «Дорога в школу», вызывает большой отклик и благодарность со стороны многодетных и малообеспеченных семей. Благодарим спонсоров Сбербанка. Большое им спасибо за помощь. Все, кому не безразлична судьба детей, которые нуждаются в социальной помощи, все, кто способен подарить детям праздник, могут принять участие в акции «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября. Кульнуржакен, Айденжакан, Бахтяруспанов, Первый, Карагандинский. В преддверии нового учебного года появляются новые проблемы. Родители и школьники стоят часами в очереди возле книжных магазинов. Иногда зря, потому что учебников не хватает. Продавцам приходится запускать в отделы только по несколько человек. Из-за условий безопасности. Десятки людей собрались около книжного магазина. Через пару дней начинается учеба, а книги купить невозможно. Государство обеспечивает учебниками школьников из многодетных и малоимущих семей. А остальные вынуждены днями стоять, чтобы купить пару книг. Пить у нас не получается, потому что творится непонятно, что сами видите, что творится. Мало того, при том еще не все завозится. Некоторые говорят, некоторые учебники вообще будут только после 5 сентября. Ну, рабочие тетради может есть, да, но некоторые учебники вообще только тогда, когда учебный год уже начнется. Занимать очередь приходится с раннего утра, но даже это не гарантирует покупки нужных учебников. Люди возмущены тем, что продавать необходимые книги начинают только под конец лета. А все потому, что учебники каждый год переиздаются и выпускать их не успевают. Ну, стоим уже часа полтора, наверное, здесь. Мы пришли для нулевого класса в тетради пособия брать книг. Ну, вот я говорю, нельзя ли заранее вот это вот все как-то сделать так, чтобы, например, за месяц заранее, чтобы знали, какие купить учебники. А не в последний момент, когда уже здесь вот это стало потворение, и оно вот это вот ежегодно так. Те, кто уже не в первый раз с боем покупают учебники, говорят, что такая история повторяется из года в год. Отстоять очередь, а потом еще искать по городу недостающие учебники – привычное дело для родителей. Берите звонок, барин! Бери камеру! Барин! Бери! Не спереди! Это честно! Это честно! Это мужик! Вот в таких условиях приходится отстаивать желание учить своих детей. Возле магазинов полный беспредел. Каждый хочет побыстрее добраться до книжных полок. Эти учебники полностью переиздаются. И издательства не всегда успевают вовремя отпечатать эти учебники. Их подставки, естественно, идут вплоть до первого сентября. Но мы сами практически ежедневно этот момент отслеживаем. В магазинах большого ажиотажа нет. Но всегда кто-то из родителей раньше купит, кто-то позже. Мы считаем, что идет обычная подготовка к новому учебному году. Открывается магазин в 10, закрывается в 7. С двух до трех перерыв на обед. Как говорят продавцы, они работают без обеда и выходных. И все это на благо людям. Ажиотаж вокруг учебников – явление сезонное. И, увы, уже привычное. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Под девизом «Дари детям добро» проходит в этом году ежегодная широкомасштабная республиканская акция «Дорога в школу». На базе школы номер 57 состоялось очередное благотворительное мероприятие с привлечением спонсоров и учащихся. С начала акции «Подарки к новому учебному году» получили уже более 1300 детей из социально незащищенных семей на общую сумму более 6 миллионов тенге. Благородной миссией программы «Дорога в школу» является оказание моральной и материальной помощи уязвимым семьям. Во всех школах уже стартовала данная акция. Размещены информационные стенды, а также действуют пункты по сбору вещей и школьных принадлежностей. На этот раз акция прошла в коммунальной школе номер 57. «Мы хотели бы осуществить помощь 40 детям. То, что мы сегодня им преподнесли вот эти подарки, надеемся, что это им поможет в учебе. И успехов всем, всем, всем детям здоровья. Самое главное, чтобы следующий год был для них лучше и успешнее». На благотворительные акции принимали участие родители и ученики из разных школ. В ходе мероприятия были разъяснены основные цели акции и вручены 70 детям, нуждающимся в социальной поддержке, подарки к новому учебному году. Ануар Сидрахим Айденжакам Бахтяру, Спанов, Первый Карагандинский. В Караганде устанавливают современные мусорные контейнеры. Жители убеждают отделять бытовой мусор от стекла, бумаги и пластика. Сегодня в местах сбора мусора возле областного Акимата и финансовой полиции появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора. Их пока всего четыре, но будет больше. В ближайшем будущем по городу планируется поставить до сотни зеленых баков. Туда следует бросать только стекло, пластик и бумагу. Контейнеры собственности Мирталовского ТО «ТТК», с которым Акимат района имени Казыбек-Би подписал меморандум о сотрудничестве. Фирма будет вывозить мусор в свой сортировочный цех, расположенный в городе Металлургов. Там отходы разделяют и прессуют. Из пластика делают гранулы. Бутылки отвозят на стекольный завод в Россию, бумагу на Грагадинский целлюлозно-бумажный комбинат. Техническая часть уже отработана. Осталось убедить местных жителей, что разделенный сбор отходов – это хорошо. Для этого переработчики разносят по квартирам агитационные листовки. В планах ТО «ТТК» когда-нибудь оснастить зелеными контейнерами не только центр города, но и Майкудук, Пришахтинск, а после города – спутники. К другим новостям. С 22 по 24 августа в селе Караул Восточно-Казахстанской области стартовал республиканский кубок по Казах-Курисе. Соревнование проходит в честь заслуженного тренера страны Монарбека Таутанова. Помериться с силами съехались борцы со всего Казахстана. Среди них чемпионы республики, Европы и мира. Состязания проходили в течение трех дней. Победитель кубка получит в подарок новенький автомобиль. Лучшие спортсмены примут участие в турнире Евразия-Барасе, который осенью пройдет в Таразе. С 22 по 24 августа в Восточно-Казахстанской области прошел республиканский кубок по Казах-Курисе память Монарбека Таутанова. На турнире отбирались кандидаты на соревнования Евразийский барс. По итогам турнира я занял первое место в планах защитить честь страны на Евразийском барсе. Ранее в Казах-Курис не было возрастных и весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определенные правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Форма борцов Казах-Курис несколько схожа с формой самбиста. В отличие от самов Казах-Курис, куртка имеет короткие рукава и небольшие нашивки на плечах. Цель схватки – бросить противника на спину. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. И в завершении выпуска объявление от Товарищества с ограниченной ответственностью Караганды-Су. Внимание потребителей и юридических лиц улиц Пичугина, Бакинская, Новоселов и проспекта Нуркена-Абдирова, домов 33-35. Внимание жителей улиц Гоголя, домов с 52-го по 68-й, Мустафина домов 1-2, 1-2 и улицы Тулепова, домов 2-3-2. 3 сентября текущего года ТО Караганды-Су будет проводить работы по воду в эксплуатацию нового водопровода диаметром 315 мм протяженностью 600 метров. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды. Работы на новом водопроводе будут начаты в 0-0 часов 3 сентября и закончатся 3 сентября в 23 часа. Рекомендуем потребителям иметь двухсуточный запас питьевой воды. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, приятных вам выходных. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова